Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения и сегодня мы немножечко с вами поохотимся. Давно эта игра у меня лежала без действия, хотя я в нее раньше играл, но там была слабая видеокарта, поэтому не мог насладиться я в полной мере всеми красотами, которые она должна выдавать. Но как понимаете, ко мне пришла моя видеокарта новая и теперь я буду ее тестить. И насколько я вижу, все очень изумительно, по сравнению с тем, что у меня было раньше и сейчас, это просто небо и земля. 60 стабильных фпс, причем полностью все на ультра, так что давайте поиграем, я надеюсь я не потерял свои охотничьи навыки. Ну а вам приятного просмотра. Так, пока вроде тихо ребята, здесь все. Нет, не тихо. Так. Где он тут? Ага, вижу. Так, замираем ребята. Отлично. Ах ты черт подери, ну как же так, а? О, тихо, тихо, тихо. Да где ты? А вот. Блин, да не может этого быть. Ребята, обычно, обычно эта винтовка у меня на глушняк валит. Слушайте, по-моему там все-таки он упал, да? Или мне кажется, вот смотрите, вдалеке. Ладно, сейчас подойдем, увидим. В любом случае, подранок, если смертельно ранен, далеко не убежит. И мы его там должны будем обнаружить. Сейчас мы будем краситься тихонечко, чтобы... Блин. Точно лежит. Это хорошо. Но я буду туда медленно идти, потому что, может быть, такая возможность, они вернутся обратно. Вроде пока тихо все. Так, ладно, надо подбегать, забирать наживу и двигаться дальше. Да, графика меня вообще радует здесь, ребят. Просто красота. А раньше у меня было как? 30-40 фпс плюс почти минимальные настройки. Ну, а здесь, конечно, вообще... Я говорю, небо и земля по сравнению с тем, что раньше было. Это мне пока не надо. Не то. Так, бинокль. Отлично. Это я, ребят, вспоминал, какие кнопки у меня задействованы. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, я ему пробил правое легкое. Опа-на. Кто-то у нас тут визжит. Так, награда за использование винтовки плюс 18. Это хорошо. Что, вечереет уже, что ли, или мне кажется, не? Вроде только солнышко было. И уже как-то темно. Так, где моя любимая гора, ребят? Я здесь такое местечко одно заметил. Тихо. Слышите? Где-то топает. Давайте подождем. Черт, где она? Вот он. Блин, ну-ну-ну-ну-ну. А, черт, подери. Подожди. Так, вроде тишина. Но я его хорошо ранил. Он далеко не должен был убежать. Везде дерьмо их не тут разбросано. Так, лужа там, по-моему, приличная кровь. Я смотрю, так что... Должно быть смертельное ранение. Сейчас мы проверим это дело. Да, приличная кровь. Смертельное попадание. Значит, где-то я должен быть рядом, ребят. Надо только найти. Так, вот он сюда пошел. Даже по траве можно определить. Тихо, тихо, тихо. Вон он труп, я вижу. Но тут у нас еще одна визгунья появилась. Причем очень и очень близко. Не хотелось бы терять такую наживу. Блин, где-то среди елок. Не вижу. Стоп, идет, идет, идет. Сейчас появится. Должна, по идее, выйти сюда. Где-то там топает, но не выходит, а? Вот зараза. Не могу понять, что она там заклинила, что ли? Такое впечатление, что тут даже не одна. Две минимум. Так, вижу, вижу, ребята. Черт. Вот, на выход идут. Отлично. Опа-на, что-то... На-ка, гад. Блин, убежал, а, зараза. Ну, не мог он выжить, а. Отнутри выстрела, блин. Ладно, поднимем сейчас тушку. Потом пойду посмотрю, насколько серьезное он там ранение получил. Так, замечательно. Че, еще и дождь пошел, что ли? Точно, ливень пошел, ребята. Так, вот следы. Следы, следы идут, идут. Вот сюда он ломанул, по ходу дела. Но крови я пока не вижу. Как ни странно почему-то. Дерьмо тут. Слушай, я не понял, я потерял след, что ли, а? Ну-ка, дайте-ка планшет. Ага. Как-то вот так он должен был двигаться. Такое впечатление, что это следы именно... А, это не следы, блин. Он бежал и срал от страха, по ходу дела. У меня других слов просто нету. Ни кровинки, ни пылинки. Да такого быть не может, просто-напросто. Да, нелепо я потерял лося, конечно. И это меня очень огорчает. Да, ребята, у меня с собой три винтовки, сразу скажу. Там у меня даже магнум есть. Семимиллиметровый, так что... Да, жалко, конечно, что лося упустил. Ага, вот он, ёлку. Или это не тот? Опа-на. Это у нас кто? Лось. Значит, это вот тот лось, который от меня убегал. А это, ребята... Колумбийский олень. Это, по ходу, дело, когда я в первый раз стрелял. Помните? В двух... Оленей. И один из них убежал. Вот этот, по ходу, он далеко не смог убежать. Здесь откопытился. Теперь мне нужно найти лося. Ребята, по-моему, вечереет. Комумбийский олень, следы. Тихо. Слышите? Так, куда он, интересно, там двигается? Надо выйти вот сюда вот. Здесь обсмотр лучше. Все, притих, да? Или притих, или ушел. Одно из двух. По ходу, дело, ушел, ребят. И уже вечерок. Ладно, я вам хочу сейчас показать свое любимое место охоты. Называется... Тихо. Опа. Где-то здесь, рядом. Совсем рядом. Ага, вот он. Вот он, ребята, тихо. Раненый. Тот и есть у нас. Лось. Черт, опять, что ли, мимо? Блин. Да ну нафиг, такого быть не может. Сейчас я его стопудняк в срак ему засандалил. Давайте. Блин, сейчас бы еще ночь не наступила. Иначе все, тут будет финиш. Койоты вылезут и так далее, и тому подобное. Так, смотрим на ранение. Смертельное попадание. Все, он здесь где-то должен быть. Далеко он не уйдет от нас. В какую только сторону он побежал? Вот в чем вопрос. Давайте побежим по этим следам. Да это не след, это дерьмо. Опять ионные. Ну, я думаю, что где-то вот здесь должен быть. Вот в этих местах. Так, давайте глядем. Ой, вообще, не в ту сторону я побежал. Надо вернуться. Так, вот это, скорее всего, он орет. Нет, вот он, трупец. Отлично, ребята, тушку мы нашли. Да какого хрена ты? Вот, да поднимись ты уже. Вот он. Лось наш родной. Я ему пробил лопатку. Короче, в область легких попал. Так, а сейчас я вам хочу показать, я его называю смертельный капкан. Ну, если я, конечно, успею туда дойти, хотя вряд ли, ребята, уже все, наступает ночь. Там будет очень весело, это я вам обещаю. По крайней мере, меня еще ни разу там не подводило то местечко, где я, грубо говоря, фармлю себе деньги. Ладно, до туда я не дойду, хотя бы, знаете, что сейчас сделаем? Постреляем, постреляем с вами вот с этого местечка. Тоже мое любимое место. Утром, конечно, оно намного круче смотрится. Просматривается полностью все. А сейчас я нихрена не вижу. Да и, по ходу дела, никого здесь нет сейчас. У них же тоже, у животных, свой режим там спать, есть. Все распределено по часам. Так, у меня 29 патронов. Тихо. Все-таки кто-то есть, ребята, вон, вижу. Надо ее щелкнуть. Отлично. По-моему, сразу убил, да? Да, лежит тушка, вижу. Пойдемте, поднимем. За тушки, ребята, нам дают деньги. За деньги мы покупаем себе новые винтовки, одежду, приманки. Можем строить домики. В общем, много чего здесь зависит. И все, естественно, за тушки. Чем лучше она убита, тем больше нам денег дают. Так, что у нас тут? Грудной отдел. Опа, еще, еще, ребята, где-то. Где-то здесь. Белохвостый олень. Блин, не вижу. Давайте потихонечку туда проберемся. Может быть, еще подаст голос, и мы тогда ее выследим. Так. Давайте приманку используем. Нет, не то все. Кстати, ребята, фиолетовый... Да что такое? Мне не это все нужно. Блин. Это не та, где бинокль. Так. Я уже запутался. Вот. Но я думаю, что это сейчас бесполезно было сделано, потому что... Во-первых, темно уже. Я ни хрена тут не увижу. Даже если он появится. И я думаю, что, наверное, нам самим уже пора отправляться в домик. Ждать хотя бы до утра. Так. Где у нас тут ближайший? Так. Озеро Чила. Где я нахожусь-то? Ага. Вот. Кстати, вот эти, ребята, фиолетовые круги, которые вы видите, это означает зона опасности. Сюда животные очень долго не будут приходить. Так. А мы с вами пойдем вот сюда, в домик. Нам нужно до утра перекантоваться. Ну. Мы здесь ночевать не будем. Просто здесь по-другому немножко сделано. Так. Для начала мы закупимся. Так. Давайте глянем. Вот тут винтовки, ребята. Продаются. Их тут очень много всяких. Также пистолеты. Ружья. И луки. Также боеприпасы. Для винтовок, ружей, стрелы. Прицелы. Для пистолетов. Опять же, для ружей, луков. Манки. Это приманивать животных. Так. Расходники. Ну, это аптечки и нейтрализатор запаха. И одежда. Так. Это я. Так. Это мой рюкзак. Вот у меня три винтовки. Магнум. Рейнджер. И рейнджмастер. Я сейчас в данный момент пользуюсь магнумом. Довольно убойная сила у нее. И очень далеко стреляет. Так. Нужны 7 миллиметров. Патроны. Так. А здесь? 338. Калибр. Так. Ладно. Где у нас магазин? Давайте боеприпасы для винтовок. Ищем. 338 и 7 миллиметров. Вот. Ну, нам нужно с полимерным наконечником, ребят. Так. 338. Магнум, да? Так. Ну что ж. Давайте купим. Так. Отлично. Денег у меня почти 30 тысяч. Так. Это для 38-го магнума. С полимерным наконечником. Блин. Цена, конечно, офигеть. Но они того стоят, ребят. Так. И нам нужно еще 338-й, да? Да. 330. Так. Это с полимерным наконечником. Жалко, нельзя здесь партии покупать. Вот надо всегда по одному. Обидно, конечно. Так. Я уже не помню. Там, по-моему, 7 патронов. В одной кубке. Ну, в одной покупке. Хотя у каждого по-разному. Ладно. Возьмем таких, таких и... Наверное, хватит, да? Так, давайте еще этих возьмем. Хрен знает, сколько я набрал их. Но в данный момент уже 77 патрона. Ну и плюс. В затворнике один, значит, 78. Теперь давайте дождемся до утра. Поставим, наверное, часиков 6, я думаю, да? Так вот. Вот так сделаем, наверное. Отдохнем. 250 баксов. Все, ребята. Наступило утро. Ну, а теперь я вам, как и обещал, хочу показать смертельный животный капкан. Так я назвал это место, блин. Оно находится у нас, где гора Левиафан. А точнее, вот здесь вот. Ставим точку и дуем прямиком туда. Сколько? Почти километров бежать. Кстати, в обновлении в новом здесь доступен у нас и вездеход. Не вездеход этот, как его? Квадроцикл. Ну, я его покупать не стал. Хотя, может быть, в дальнейшем куплю. Он, короче, помогает быстро добираться до определенных мест, которые очень далеко находятся. Ну, а пока у меня его нет, мне придется бежать. Надеюсь, по пути какую-нибудь дичь еще встречу. Так, обычно вот люблю, когда вот такие полянки, ребята, просматриваемые. Видно их издалека. Целиться приятно. То есть, полный фэн-шуй. Блин, километр бежать, это, черт подери, долго. Ну что, пока тут тихо, никого нету. Голоса никто не подает. Так что, бежим пока. Это у нас, ребята, всякие всевозможные штуки открываются по карте. Типа, знаете, этих достопримечательностей. О, смотрите, как солнце встает в горах. Красота. Так, что тут у нас? Журнал заданий, инвентарь, навыки. Это, ребята, тоже изучается все за уровни. У меня в 21 уровень в данный момент. Глубокое познание в метеорологии позволяет вам узнать направление ветра. Хрень какая-то. Умение. Так, у меня одно очко умения, ребят. Пристрелка. М-м-м. Я могу до второго активировать. Добавляет пристрелку на дальнее расстояние. Так, а это у нас сосредоточенность. Но я этого не могу ничего сделать. Так, а это что? Направление и скорость поперечного ветра при прицеливании из любого оружия. Ума не приложу, как этим пользоваться, блин. Так, что в навыках? В навыках тоже, ребята, очень много чего можно изучить. Полезного и не очень. Здоровье на 15% увеличивается, да? Кстати, ребята, здесь такая фишка есть, что если, например, идешь на медведя, да, и ты его, не дай бог, подранил, и находишься рядом с ним, то он на тебя нападает. Соответственно, если у тебя мало ХП, он может тебя порвать. Давайте тогда активируем пристрелку. Потратил? Нет. Вот так вот, отлично. И все у нас. Контроль дыхания. Это все нам уже не нужно. Так, это мой инвентарь. Как видите, это три ствола. Бинокль. Это вот справочки. Например, какие животные есть? Зубр. Лань. Лань. Лисица. Лисица. Косуля. Кабан. Черный медведь. Колумбийский олень. Койот. Лось. Резвульта. Белохвостый олень. Так, тут у нас что, по регионам все. Где, что и как. Артефакты. Люди. Центральная Европа. Опять же, по регионам все расписано. Тут, естественно, ребята, есть задания, которые тебе дают. Вот он я. Двадцать первый уровень. Все, как говорится, как полагается. Вот. И тебе дают, ты когда приходишь на какую-нибудь территорию, тебе охотники дают задания. Задания всевозможные. Каких только нету. Я до сих... Ого, зайцы, зайцы бегут. Я до сих пор некоторые не могу сделать. А это, например, сфотографировать двух медведей вместе. Для меня это просто жесть какая-то. Сколько я бродил и ходил, но чтобы именно два медведя вместе были, такого еще не встречалось мне. Так, тихо. А, ну это зайцы бегают тут по камням стопудняк. Животина любая бы тебя так близко к себе не подпустилась. Тем более с таким шумом, как я бегу. Как будто в сапоги навалил. Мне даже кажется, что, знаете, он бежит. Такое впечатление, что просто из последних сил. Еле-еле ноги поднимает. Так, ну сколько у нас? Полпути прошли, да? 650 метров осталось до цели нам. Давайте попробуем вот так вот сократить себе путь маленько. Не пойдем по дороге, а вот срежем. Так, 600 метров. Кстати, да... Тихо, 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 ребята. Кто-то у нас-то впереди. Колумбийский олень. Брачный зов. Давайте-ка попробуем его таким макаром приманить к себе. Клюнет, нет? Блин, нафиг я эту винтовку взял, да, ребят? С нулю... Ноль патронов, в которой... Походу, дело не клюнул, не шиша, да? Не хочет идти... На мою приманочку. Ладно. Хрен с ним, как говорится. Может быть, получится мне так выйти на него? Не, без близняк. Так, ну-ка, давайте-ка глянем с вами через прицел. Может, кого увидим все-таки? По-моему, нифига. Я вижу, только чайка вон сидит. Тихо, тихо. Где-то здесь. Так, подожди. Где-то за горой, походу, дело. Блин. Раньше они как-то лучше реагировали. На приманку. Сейчас смотрю, вообще по нолям. Как говорится, не хочешь выходить сам, я сам приду к тебе. Такими темпами я, пожалуй, буду вечность добираться до своей точки. Тихо, ребята, кто-то... Или это мои шаги были? Ну, елки-палки, еще дождя не хватало. Ну, теперь вообще ничего не услышишь. Так, ладно тогда, что, будем потихоньку двигаться к нашей цели, ребят. Раз уж тут ливень пошел. Для меня он, с одной стороны, хорош. Потому что меня не слышно. Ну, так же и я ни хрена не слышал. А вот я, где я был вечером. Вот, ребята, она, гора-то эта. И вон поляна внизу. Видите, какая обширная. Обычно там любят пастись всякие олени. Лосей, конечно, я там не видал. Но всякое может быть. Нам сейчас бы немножко отбить своих денег, затраченные на патроны. Никого пока не видно. И не слышно причем. А они обычно подают всякие звуки. Рев, ну-ка, в бинокль. Да, в бинокль, конечно, надо будет прикупить себе новый. Опа. Не понял, там кто-то стоит. По ходу дела олень. А что у него на голове-то? Рога такие, что ли? Чудные. Как будто какая-то клетка. Точно, ребята. Красавчик. Сейчас я тебя, наверное, здесь и чпокну. Так. Блин, как-то... Это я лег, ребята. Чтобы меньше... Блин, по-моему, промазал, да? Или же не промазал ни хрена. Такое ощущение, что немножко не туда я взял. Так, вроде бы лежи, да, трупец? Точно. Так что все нормально. И все, вроде бы, на этом тишина. Да, никого не вижу. Ладно, пойдем, ребята, забирать нашу тушечку. Кстати, вот это вот зеленое, что вы видите впереди, это у нас ставится сторожевая вышка. В которой можно сидеть и дожидаться дичь. Написано, якобы, они тебя в ней не видят. Там тыры-пыры. Все это фигня, ребята. Видят и слышат. Так, ну, на полянке я, вроде, пока никого не вижу. Давайте, что ли, покажу я, как она делается. Две сто стоят она. Вот такая вот фигня получается. Вот так мы в нее заходим. И вот мы сидим. И отсюда уже можем вести наблюдение. Так, ладно. Опять дождь. Да что за день сегодня такой дождливый? Так, вон он лежит. Трупец. Сейчас мы его поднимем. И, в конце концов, я уже должен направляться на свою точку. Тихо. Опять мне кто-то сбивает с толку, а, ребята? Так, белокостый олень. Брачный зооп. А вот то, что, видите, трава вот эта вот отмечена белым. Это ихняя кормежка. Куда я ему попал? Плечевую. Ага, легкая печень. Правая плечевая кость. Неплохо так, читай. Она выглядит, прошла. Ну-ка, где ты здесь? Я ведь знаю, что ты где-то здесь. Вот он. Тихо. Белокостый олень. Белокостый олень. Совсем рядом, ребята. Совсем рядом. Сейчас мне бы его только увидеть в прицел. И все, ему крышка. Но он сделал предупреждение мне. Вот этот рев, который у него был, он был предупреждающий. То бишь, он знает, что я здесь. Поэтому вряд ли я его сейчас здесь обнаружу. Он уже, наверное, давно куда-нибудь сиганул. Сейчас я поднимусь повыше на этот холмик и глянем. Пока пустота. Никого не вижу. И тишина. Да, по ходу дела, он, ребята, уже смылся. Ладно, хорошо. Тогда все равно у нас есть цель, которую нужно выполнить. Мы пойдем на наше местечко. Точнее, на мое, но я вам его покажу. Так, давайте еще разочек. О, солнышко вылезло. Еще разок приманочку свою сделаю. Если он здесь, он откликнется. Ну, или приползет, в конце концов. Блин, тишина. Какое небо красивое. Тихо. Ползет где-то, гад. Вот он, е-мое. Да прицел хренов. О. Шикарно, ребята. Приполз, а. Смотрите-ка. Сработала приманочка. Ну-ка. Куда ему там? Левая легкая печень. Правая легкая. Короче, на вылет. Только интересно, как это я ему так и легкие пробил, и печень. Вот это очень интересно. Ладно, ребята, все. Можно смело теперь идти. Хотя, уже сколько там серии-то? Минут, наверное, 30-то идет. Наверное, надо закругляться и уже в следующей серии начать. Как говорится, продолжение моего похода. Ладно, ребят, давайте сделаем так. Сейчас я буду завершать эту серию, а то получится там слишком длинная. А в следующей серии я уже продолжу, добегу наконец-то до этого места, и там уже посмотрим, что у нас получится. А на этом все. Всем пока. И до скорых новых видосиков, ребята. Удачи вам.